Друзья, всем привет! Очень рады сегодня приветствовать вас здесь, на нашем прямом эфире. Особенно я рад видеть тех первых людей, которые уже прямо сейчас начали смотреть наш прямой эфир. Я слежу за комментариями. Кстати, пишите ваши вопросы в альбом эфира. В конце видео мы на них ответим. Вы на самом деле правильно сделали, что подключились к самому первому, потому что просто именно поэтому самый первый вы узнаете о всех новостях, которые мы сегодня вам расскажем. Итак, друзья, мы находимся сейчас в студии Mail.ru Group. Между прочим, это та студия, где каждый четверг, точно так же, как мы сейчас в прямом эфире, выходит вечернее ток-шоу «Ок на связи», куда приходят очень крупные знаменитости, такие как Сергей Безруков, Игорь Крутой, даже была Наталья Аррера. Кто знает, может быть, она сидела именно на этом стуле, где сейчас сижу я. У нас все серьезно, друзья, поэтому давайте начинать. А начать я хочу с того, что приглашаю вас, вообще абсолютно всех, каждый вас, тебя, тебя и тебя, на самый масштабный, самый красивый и самый весенний цифровой флешмоб Faberlic. С помощью этого флешмоба у нас с вами будет уникальная возможность рассказать о компании Faberlic, о нашей любимой компании, именно так, как можем только мы. Ярко, красиво, с любовью. Этот проект очень масштабный. По прогнозам, точнее даже по гарантиям одноклассников, его увидят как минимум 2 миллиона человек. Но, друзья, что для нас такое 2 миллиона человек? Мы в первый день расскажем как минимум 5 миллионам людям о нашей компании Faberlic. А что бывает, когда много новых людей узнают о компании Faberlic? Ваши структуры начинают расти вширь, вверх и крепнуть. Итак, интрига, которую 2 недели назад я повесил на нашей первой цифровой конференции. Сейчас мы ее вам раскроем. Впервые, в социальности одноклассники, 1 марта, в первый день весны, флешмоб Faberlic, с помощью которого вы можете дарить поцелуи своим друзьям и близким. Не обязательно даже друзьям и близким вы можете дарить поцелуи абсолютно любому человеку, которому захотите. Просто вам нужно будет добавить всего лишь его в друзья. Ну что, я предлагаю дальше не тянуть. И сейчас у нас в студии очень важный человек из одноклассников. Итак, друзья, встречайте. Семен Боярский, директор по развитию бизнеса в социальной сети Одноклассники. Спасибо, всем привет. Семен, спасибо большое, что согласился разделить с нами этот эфир и рассказать о нашем спецпроекте. Это действительно очень важно и полезно практически из первых уст все это услышать. Но, ты знаешь, мне настолько понравилось хранить интригу, что давай сразу не будем раскладывать все карты. И сначала расскажем немного о площадке, где будет происходить наш флешмоб. Расскажи нам, пожалуйста, про одноклассники. Кто это, что за люди, что они едят, что они любят. Кроме тебя, лучше это никто не сделает. Поэтому передаю тебе слово. Хорошо, спасибо. И с удовольствием расскажу про социальную сеть Одноклассники. Одноклассники — это уникальная социальная сеть. Это первая социальная сеть в России. И в мире она насчитывает более 70 миллионов пользователей, которые заходят туда каждый месяц. А в России это более 44 миллионов пользователей. А это значит, что каждый третий житель нашей страны как минимум раз в месяц заходит в Одноклассники. Но давайте узнаем, кто эти люди, чем они пользуются, чем они интересуются и что они делают в социальной сети. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что почти 60% нашей аудитории — это прекрасный пол. Это женщины. Основной костяк аудитории — это 25-35 лет. Что же делают пользователи? Во-первых, они, конечно, очень много смотрят видео. У нас более 700 миллионов просмотров видео в сутки, и мы номер один в социальной сети по видеосмотрению. Пользователи проводят в Одноклассниках целый час в день. Это очень много. Но также пользователи очень любят дарить друг другу подарки. И как вы можете видеть сейчас на инфографике, 8 марта, который вот уже очень близко, оно подходит, поступает к нам, это самый активный день в году по дарению подарков. Все хотят поздравить своих родителей, мам, друзей с этим прекрасным праздником. И чтобы вы понимали, насколько большая привычка и любовь к близким, насколько люди дарят активные подарки, есть интересный факт, что каждый пятый пользователь нашей страны получил на Новый год подарок в Одноклассниках. Что еще делают наши пользователи? Они смотрят трансляции спортивных мероприятий, голосуют за своих любимых артистов, в телешоу и многое-многое другое. А также очень любят слушать музыку на платформе. Обязательно послушайте сегодня музыку на Одноклассниках. Но я бы вам хотел еще раз сказать про одну возможность, которая может помочь вашему бизнесу. Например, у бренда Faberlic есть своя страница в Одноклассниках, где постоянно публикуются обновления, какие-то новости компании, многое-многое другое. Но вы также можете создавать свои собственные страницы в Одноклассниках, свои группы, куда будете приглашать своих друзей, близких, знакомых, клиентов или, может быть, потенциальных клиентов. Это будет ваша персональная группа, которая поможет растить ваш бизнес и вашу сеть. Да, я хочу со своей стороны напомнить, что у нас есть для вас супер-классный фотобанк, с помощью которого вы можете, откуда вы можете собрать контент и публиковать в социальных сетях. Он качественный, уже специально готов, всегда актуальный. Создавайте страницы в Одноклассниках, публикуйте контент, получайте больше денег и новичков. Семен, спасибо большое. Действительно, я вот сейчас тебя слушал и понимаю, что не зря мы выбрали именно Одноклассников для такого масштабного проекта. Знаешь, что еще я для себя услышал очень важное? То, что в Одноклассниках люди очень любят дарить подарки. Вот это прямо вот самое их любимое дело. И самый дарительный день – это 8 марта. Друзья, скоро 8 марта. Мы подготовили для вас спецпроект с подарками. Мне кажется, это просто идеальная нота для того, чтобы начать рассказывать про наш спецпроект. Семен, я попрошу тебя рассказать, что мы с тобой придумали для наших зрителей, для наших консультантов Аберлик, для всех пользователей Одноклассников в рамках этого спецпроекта. Хорошо. Ну что ж, пожалуй, хватит хранить интригу. Начнем рассказывать суть проекта. Как мы уже говорили, в Одноклассниках очень любят дарить друг другу подарки. У нас есть специальный формат проекта, когда один пользователь может прикрепить на аватарку другого пользователя подарок. В данном случае таким подарком будет поцелуй от Аберлик. И при этом все пользователи, которые увидят и получат эти поцелуи, смогут узнать о спецакции Аберлик. Давай расскажем, наверное, подробнее, как это произойдет. Да, давайте, друзья, попробуем смоделировать ситуацию. У нас сейчас прямой эфир. Я каждого из вас хочу расцеловать. Как мне это сделать с помощью нашего спецпроекта? Все достаточно просто. Есть несколько шагов. Первое, что вам нужно сделать, это зайти на страницу спецпроекта, где вы увидите пять разных поцелуев. Обычно поцелуи и подарки в Одноклассниках – это платный функционал. Но в рамках нашего спецпроекта мы сделали один самый яркий, самый красивый, самый большой, самый розовый поцелуй, который будет приносить всем удач абсолютно бесплатно. Это поцелуй от Фаберлик. Собственно, вы заходите в приложение, видите варианты поцелуев, выбираете поцелуй от Фаберлик, бесплатный. Дальше вам нужно отправить этот поцелуй друзьям. Здесь очень важный момент. Обратите внимание, что все поцелуи можно отправлять только друзьям. Поэтому у вас есть ровно неделя. Напомню, что проект стартует 1 марта, чтобы как можно больше добавить друзей в Одноклассниках. Вспоминайте всех своих знакомых, всех своих соседей. Подключайте своих Одноклассников. Добавляйте, расширяйте круг общения, чтобы с 1 марта начать делиться поцелуями со всеми прекрасными людьми. После того, как вы выбрали поцелуй от Фаберлик, выбрали друга, куда отправить, есть очень классная функция. Вы можете выбрать место, куда целовать человека. Вы на аватарке выбираете любое место, куда прикрепить поцелуй от Фаберлик. После того, как вы это сделали, нужно нажать на кнопку «Отправить поцелуй». Все, поцелуй ушел. А вы видите сообщение с подтверждением, что ваш поцелуй отправлен, а также специальным предложением от Фаберлик и призывом перейти на наш сайт, зарегистрироваться и купить самые лучшие подарки на 8 марта для прекрасных, прекрасных женщин. Давайте, я сейчас вам рассказал механику, как нужно отправить поцелуй. Давайте посмотрим на проект с другой стороны, со стороны пользователя, который получает поцелуй. Семен, расскажи, как это выглядит. Да, конечно, с удовольствием. Когда пользователю дарят подарок или поцелуй, в данном случае, ему приходит уведомление. В этом уведомлении будет написано, кто подарил ему подарок, и откроется окно с подробной информацией, и уже в этом окне будет сразу информация об акции Фаберлик. Дальше пользователь может выбрать, что сделать дальше. Отправить поцелуй обратно тому, кто ему прислал этот поцелуй, или другому другу. Именно благодаря этой функции данная механика становится очень сильно вирусной. То есть вы можете отправлять поцелуи новым людям, но своим друзьям. Те отправляют их вам либо обратно, либо своим друзьям дальше. И поэтому эта волна поцелуев будет захлестывать в одноклассники, и каждый, кто будет получать поцелуй, будет видеть сообщение об акции Фаберлик. Друзья, это действительно масштабный проект. Как я уже говорил, 2 миллиона человек как минимум этот проект увидят. Но давайте покажем одноклассникам, на что способна наша сеть, на что, не повоюсь этого слова, семья Фаберлик. Ведь мы же любим нашу компанию, и у нас есть очень крутой способ рассказать о ней. Смотрите, сейчас мы рассказали вам механику, но чтобы получать от этого спецпроекта не только удовольствие, целовать ведь всегда приятно, правда? Но и практическую пользу в виде роста ваших сетей, в виде привлечения новых пользователей вашей структуры, я хочу рассказать вам три важные вещи. Сейчас не нужно брать ручки, календаши, записывать все бумажки. Во-первых, этот эфир будет в записи. А также мы подготовим для вас подробную, красивую, очень понятную инструкцию, которую разошлем всем, чтобы она всегда была под рукой. Это настолько важная информация, что я себе даже сейчас позволю подглядеть в шпаргалку. Смотрите, первое, очень важный момент. Нужно обязательно подтвердить, верифицировать свой номер телефона в личном кабинете Фаберлик. Второе, нужно убедиться, что именно этот же телефон у вас под этим телефоном, вы зарегистрирован в одноклассниках. Именно с помощью этой схемы, сопоставляя два номера телефона, мы будем направлять новичков именно в те структуры, которые отправляли эти поцелуи. Дальше, второе. На самом деле мы не поверили одноклассникам, потому что они сказали, что не все их пользователи зарегистрированы на Фаберлике. Но допустим, будет случай, когда пользователь, который еще не зарегистрированный на Фаберлике, отправляет поцелуй своему другу, который тоже не зарегистрирован у нас. И тут регистрируется, куда в этом случае попадет новичок. Все очень просто. Новички распределяются по нашему стандартному распределению, по VIP-консультантам. Так что, друзья, у кого VIP-статус, держитесь, готовьтесь, у вас будет огромный, огромный наплыв новых пользователей. Будьте ты готовы. И третий важный момент, который я хочу сказать, механика действительно масштабная. Это такой, можно сказать, авантюрный и новый для нас проект. Поэтому распределять новичков мы будем не сразу, а в течение 48 часов. Это такое техническое ограничение, которое есть в одноклассниках. И поэтому, пожалуйста, я призываю вас быть немножечко терпеливее. Если у вас новичок не появился в структуре в течение нескольких часов после того, как он зарегистрируется, не переживайте. В течение двух суток он точно вступит в вашу структуру. Если вдруг этого не случится, вы всегда можете обратиться в нашу техническую поддержку. Мы этот вопрос решим. Ну что ж, это основные моменты, тресных моментов, которые я сейчас сказал, которые мы потом дополнительно напишем в инструкции. Я сейчас вижу, что у нас уже появляются вопросы от сети в комментариях к этому видео. Давайте я сейчас, как и обещал, мы с Семеном вместе будем отвечать на ваши вопросы. Семен, спрашивают люди, какие страны участвуют во флешмобе в нашем? Наш флешмоб и наш проект никак не ограничен по географии. Любой пользователь одноклассников может отправлять поцелуи. Соответственно, он доступен по всему миру. Отлично. Какие даты проведения флешмоба? Как мы уже говорили, даты проведения это с 1 по 5 марта. Поэтому готовьтесь, добавляйте уже в друзья пользователей прямо сейчас, чтобы 1 марта начать отправлять им поцелуи. Так, следующий вопрос. Сколько поцелуев в день я могу отправлять? Можно отправить до 50 поцелуев в день. То есть, добавляйте еще больше друзей, чтобы всех расцеловать. То есть, каждый день вы можете отправлять 50 поцелуев. Это же вообще бомба. Если пользователя нет в друзьях, как отправить ему поцелуй? Ну, я думаю, что здесь способ очень простой. Нужно обязательно добавить пользователя в друзья и только после этого отправить ему поцелуй. Поэтому не стесняйтесь, стучитесь, друзья, к новым пользователям. Растите свои сети. Следующий вопрос. Сколько дней видно поцелуй? Поцелуй будет видно на аватарке 2 дня. Через 2 дня он исчезает. И поэтому вы можете снова заходить к своим друзьям и отправлять им поцелуи. Так что, да, ищите тех, кто еще не зацелован, целуйте их. Ищите тех, у кого ваш поцелуй уже исчез, испарился, и заново их целуйте. Если несколько человек отправили поцелуй одному и тому же пользователю, в чью структуру будет зарегистрирован новичок? Очень хороший вопрос. Спасибо большое, человеку, кто это задал. Все очень просто. Мы считаем, что справедливым будет распределение тому человеку, который самый первый отправил поцелуй. Так что еще раз повторю, ищите незацелованных. Ну и на самом деле, вам действительно выгодно как можно больше людей целовать, чтобы привлекать внимание к компании Faberlic. Следующий вопрос. Здравствуйте. Очень хочется, чтобы маркетинг был легкий. Еще личные баллы, чтобы меньше было. Отличный вопрос тоже. Но сегодня мы рассказываем про наш спецпроект с одноклассниками, и вопросы будут касаться именно его. Сколько друзей в день можно добавить в одноклассников. Ну, на самом деле, у нас нет ограничений на добавление в друзья, но будьте аккуратны, не используйте никакие сторонние скрипты, чтобы антиспам вас не забанил. Если вы настоящий пользователь и действительно добавляете друзей руками, то никаких ограничений нет. Насколько я помню, ограничения у пользователя вообще в целом на весь его, на всех его друзей это пять тысяч друзей. Еще очень интересный вопрос. Где найти вообще этот спецпроект? Как в него попасть? Я думаю, что здесь все на самом деле очень просто. Первого марта в одноклассниках вы не сможете пройти мимо этого спецпроекта. Вы будете уже видеть поцелуев друзей. Я думаю, что компания Фаберлик отправит вам ссылку прямую, когда вы первого марта сможете зайти и уже начинать отправлять поцелуи. Украина тоже участвует или нет? Вопрос. Да, как мы говорили, что у нас нет ограничения по географии. Фаберлик, проживательная компания, одноклассники, международная социальная сеть. Поэтому да, абсолютно все страны могут отправлять поцелуи. Как поменять номер телефона? Не помню пароль от одноклассников. Ну, я думаю, что все просто. Можете заново зарегистрироваться в одноклассниках на новый номер телефона. Или если у вас уже привязан номер телефона к другому профилю, вы можете просто его восстановить. Вам придется общение с подтверждающим кодом на номер телефона в виде смс, и вы легко восстановите свой профиль. Дальше. Следующий вопрос. Увидят ли пользователи, кто их поцеловал? Увидят ли их друзья, кто их поцеловал? Увидят ли, что я отправила? Или увидят группу официальную? Хороший вопрос. Давайте еще раз расскажу механику. Действительно, пользователь будет видеть, кто ему отправил поцелуй. Более того, друзья, которые будут заходить на страницу пользователя и на аватарке, наводя на поцелуй, будут видеть, от кого он отправлен. Если вы не хотите, чтобы какой-то поцелуй у вас был на аватарке, или, возможно, поцелуй от какого-то человека, например, от бывшего мужчины, вы можете всегда его скрыть. С этим никаких проблем нет. Что там? Мы ничего не пропустили? Так, увидят группу нашу официальную? Или увидят... Увидят не группу. При открытии поцелуя, то есть при открытии подарка, они увидят спецпредложение и некую мотивацию, да, перейти на сайт и зарегистрироваться. Это не официальная группа, но это прямая ссылка на сайт. Друзья, очень много вопросов. Я вижу про статус VIP. Если у тебя, у меня нет статуса VIP, что мне делать? Друзья, если у вас нет VIP-статуса, целуйте, целуйте как можно больше людей. Если они перейдут с вашего поцелуя, если вы первые отправили этот поцелуй и они перейдут зарегистрироваться, то они попадут в вашу структуру. Можно сказать, что эти поцелуи реферальные, поэтому чем больше вы зацелуете, тем больше людей придут по вашим поцелуям, тем больше у вас новичков в сети появится. Что делать, когда 50 поцелуев кончились? Я очень рад, что будут такие пользователи, которые действительно отправят себе 50 поцелуев в день. я думаю, что просто сидеть и наслаждаться поцелуями, которые будут возвращаться обратно. Да, но на самом деле вы можете просто подождать, и на следующий день у вас опять снова будут доступны 50 поцелуев. отправляйте их снова. Еще, кстати, есть идея. Вы можете зайти, например, с чего-то еще аккаунта и отправлять их дальше? Часто в семье есть несколько аккаунтов. Почему нет? Так, дальше вопросы уже повторяются, которые на большую часть мы из них ответили. Полные условия будут в личном кабинете или нет? Друзья, полные условия акции мы повесим на нашем сайте. Это будет отдельная новость. Мы разместим это сообщение в всех группах в наших социальных сетях, поэтому подписывайтесь сейчас в Одноклассниках. Смотрите этот фирмен, подписывайтесь обязательно на группу в Одноклассниках. Здесь мы разместим эту новость в том числе. Обязательно будет email-рассылка, поэтому не переживайте. Всю информацию, все условия, дополнительную инструкцию даже на те вопросы, которые вдруг мы сегодня не смогли ответить, не успели. Мы все вопросы соберем, дополним инструкцию, сделаем раздел. сейчас с вами вопросами и разошлем вам. Поэтому, друзья, я хочу поблагодарить Семена. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Это будет действительно масштабный проект. Вот Семен все еще сомневается. Я вижу по его глазам. Он не знает, что ждет Одноклассники. Давайте действительно покажем на что мы способны в наших руках захватить мир. Спасибо большое. Делитесь любовью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...